Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов и описание этих работ по книге «Великие музеи мира». Доминика Корви, Висталко, Тукея, вторая половина XVIII века, холст масла 135 на 122. Доминика Корви, итальянский живописец, творческая деятельность которого протекала в Риме. Висталко, жрица храма Весты, римской богини огня, горящего в очаге, домашним или общественным. Одной из ее обязанностей было хоронить алтар на огонь в храме и следить, чтобы он никогда не угасал. Висталки присягали блюсти строжайший обет целомудрия. Его нарушение каралось погребением заживо. Две висталки известны более других – это Тукея и Клавдия. Обе они были обвинены в прелюбодении и доказали каждое по-своему невинность, совершив чудеса. Средневековая церковь считала их прообразом Девы Марии, что отчасти объясняет присутствие этих языческих персонажей в христианском искусстве. А Тукея сообщает Плини и Тит Ливии. Девушка, обвиненная в прелюбодении, доказала невинность тем, что наполнила водой решето и пронесла его от Тибра до Фарума, не уронив ни капли. Как аллегорическая фигура Тукея, держащая решетон, олицетворяет целомудрие. Художники обращались к мифу о Тукеи, когда хотели создать женский портрет, и подразумевалось, что модель невинна. Вот такое описание к работе Доминика Корви и Сталка Тукея, вторая половина XVIII века. Пока-пока, до свидания. Описание по книге «Великие музеи мира». До свидания. До свидания.